Огнение с вкладом Солнца в разогрев нашей планеты. Вклад человека не более велик, чем огонек сигареты, курящего возле горящего. Все какие-то закодированные в таких порой поэтических образах, глубокие философские размышления, отражающие взгляды эпохи Средних веков. Мы, наверное, должны признать, что замерзание в этих детерминантах – это суть аналог смерти. Льда, в отличие от памяти воды, это не его собственная память. Это память тех объектов, которые он лед законсервировал. У нас при раскопках, опять же, в северо-западной Руси была найдена часть скелета, насколько я понимаю, это нижняя челюсть обезьяны, которая обитает в Северной Африке на Гибралтаре. Как эта нижняя челюсть оказалась вообще до монгольской Руси? И почему никаких упоминаний нет об этих животных? Во времена Иоанна Грозного отмечалось, что на северо-западе, опять же, Руси, но в холодной зоне, еще в те времена было холоднее, чем сейчас, было найдено что-то подобное крокодилу. Это кажется странным и нелогичным, и абсолютно необъяснимым, но не являются ли эти вечные льды тем местом, откуда и появились формы жизни, которые населяют умеренные и, значит, тропические пояса земли. В чреве этих вечных льдов, под их спуном, скрываются какие-то полости, какие-то реакторы, где эта фауна, где эти живые организмы до поры до времени дрем. Лед обладает способностью консервировать огромное количество объектов биологического мира. Мы много знаем о примитивных некоторых формах жизни таких как тихоход и целовратки. Это сохраняет жизнеспособность, мёрзнув в лёд. Споры с сибирской язвой в вечной мерзлоте могут храниться, не теряя жизнеспособности, по всей видимости, веками. Что будет, если разморозится, я беру слово в кавычки, земля в этой степной зоне Сибири? По всей видимости, опасность того, что споры выйдут на поверхность, как-то будут смыты почвенными водами, окажутся в воздухе. Она велика. Это уже довольно странное явление, которому объяснений нет. То есть множество видов, огромное количество видов, позвоночные, беспозвоночные, успели появиться, вымереть, оставить потомство, которое вымерло. И так несколько раз мы с вами посмотрим на находки, которые не укладываются в наше представление о развитии нашей человеческой цивилизации. Мы не можем найти никаких мест, где бы жили создавшие эти артефакты наши предшественники на Земле. Есть только одно место, где они могли бы жить под вечными льдами. Говорить об этом как бы, ну, приходится, потому что из песни слов не выкинешь, что среди северных народов практиковалось людоедство. И периодически оно вспыхивало, и вплоть до 19-го. Мы не можем это место пощупать. Это арктические льды. И если уж они были задолго до нас, они наверняка находились там, где мы их пока не можем. Нет ли такого бассейна-чудовищ под этими льдами, которые только и ждут момента, чтобы освободиться и вернуться в более теплый широк? Конечно, с одной стороны, с другой стороны, ничего не предположим. Есть некоторые загадки биологии, на которые ответа не было получено. А есть только догадки, догадки совершенно противоположные по смыслу.